Серёжка Хоббит Серёжка Хоббит И, конечно, если вы хотите меня поддержать, чтобы роликов на этом канале выходило больше, у меня есть Бусти. Подпишитесь на Бусти и получите кучу эксклюзивов. Я думаю, что вам понравится. А теперь, пожалуй, начнём. Итак, группа Китти. В нашей стране также известная как Киска. Это такая аниметал-группа из Канады, которая полностью состоит из женщин, представляете? Что в целом доказывает, что женщины могут играть металл и отлично себя по этому поводу чувствовать. И даже выпускать хитового альбома, что немаловажно. Хотя, на самом деле, я лукавлю. Женщин в металле очень много. Взять ту же Дору Пеш, например. Но тут ситуация такая, что группа Китти полностью состоит из женщин. То есть, басистка, барабанщица, вокалистка и гитаристка. А ворченами только вокалистка женщина. И Дора Пеш только вокалистка. Ну, вы понимаете, о чём я. Хотя, женские группы это не редкость уже сейчас, в 2024 году. Началось всё у Китти ещё в далёком 1996 году. В простой канадской школе тихого городка по имени Лондон. Да, в каждой стране, мне кажется, должен быть свой Лондон. То есть, девчонки учились в школе в старших классах и познакомились на уроках физкультуры. Это забавно. То есть, барабанщица Мерседес Ландер и гитаристка Фэллен Бауман решили заняться музыкой, встретившись на уроке физкультуры. Но они вместе очень сильно любили такие группы, как Нирвана, Сильвер Чейр, Элисон Чейнс. И на фоне гранжухи решили сделать собственную группу, только полностью стоящую из женщин. В те годы им было по 14 лет, представляете? В новую формацию пригласили сестру Мерседес по имени Морган Ландер, которая должна была играть на гитаре и петь. А ещё в группу взяли Таню, которая играла на басу. Причём она до этого на басу вообще не играла совершенно. Но девчонки такие, да ладно, нормальная подружка, берём её, будем вместе лобать. И она походу научилась. Началось всё у девчонок с каверов на их любимой группы, но в процессе они начали создавать свой материал, который был замесом из нью-металла, гранжа, глэм-рока и хрен пойми чего ещё на самом деле. Так как девчонок стало четыре, их музыкальные вкусы тоже расширились, туда попали Дифтон, Слепнот, Фирфэктори, Пласиба. И короче, получился такой вот интересный коктейль из популярных групп того времени. Назовите любую группу того времени, которая вам нравится, и вы поймёте, что она есть у девчонок в списке. Ну потому что они же молодые всё-таки. Короче, девчонки начали экспериментировать, и уже к 1998 году у них было записано первое демо. Со своего первого живого выступления, которое, кстати, случилось 28 февраля 1998 года, Китти отыграли более 200 упорных концертов в разных концах страны, от Торонто до Детройта. После выступления на фестивале Canadian Music Week в Торонто, Китти обратились к Джеку Вайнеру. Он был заместителем руководителя лейбла NG Records. Посмотрев выступление Китти вживую, Вайнер подписал с девчонками контракт на запись четырёх альбомов. Чуть позже NG Records купил другой лейбл Artemis Records. Самое забавное, что все песни для дебютного альбома Speed девчонки написали тогда, когда им было по 14 лет. Позже они, конечно, доделывали и переделывали, но суть в том, что появились они в те года, представляете? А ещё на Китти обратил внимание продюсер Гард Ричардсон, который писал дебютники Rage Against the Machine и Мадвейн. Мужик, он был талантливый, но дико строгий и справедливый. Он позвонил Китти и заявил, что хочет их записать, а девчонки нифига не знали его. В итоге он приехал на репетицию, познакомился с ними и спросил, типа, в чём суть вашей группы? А они ему такие, мы хотим играть металл. И он такой, блин, ну давайте играть металл, почему бы и нет. Самое забавное, что Гард хотел записать Китти за 9 дней. Целый альбом за 9 дней. У него очень странный подход, на самом деле с Мадвейн была похожая ситуация. Помните, я вам рассказывал, как вокалист записывал треки в последнюю ночь перед отправкой на сведение в Нью-Йорк? По словам девчонок, они тогда вообще нифига не понимали, у них даже чёткого плана не было. Они просто хотели быстро записать пластинку и вернуться на учёбу в школу. Гард, кстати, с них много денег не взял, но поэтому писал их очень быстро. Писались они с утра и до 22.00, чётко по графику, 9 дней. И в итоге у них получился один из самых культовых альбомов нулевых под названием «Спид». Затраты на альбом составили всего 57 тысяч долларов, в которые вошло буквально всё, начиная с записи, сведения и заканчивая обложкой. Девчонки завершили запись альбома в августе 99-го года. И в итоге 13 ноября увидел свет дебютник Китти «Спид». По словам вокалистки, они хотели назвать альбом «Стропон», но потом передумали и назвали его «Спид», что тоже звучит довольно интересно. Альбом получился настолько крутым, что просто подорвал американские чарты и умы молодых нью-металистов. Позже, кстати, Artemis Records, которые купили NG Records, переиздали альбом с другой обложкой и с другими фотками группы. И тоже его заново перепродали. Довольно забавно, кстати. Поэтому второй датой рождения альбома «Спид» считается 11 января 2000 года. Что вам нужно знать об альбоме «Спид»? Это лучший альбом в истории Китти, который только в США продался в количестве 660 тысяч копий. Группу все начали хвалить, брать на фесты, типа Сноукор и Озфеста. И, конечно, дали ротацию их клипов на радио МТВ. Главными символами с альбома стали «Брекиш» и «Шарлотт». Они же в итоге стали хитами радио МТВ. Ну и про сам «Спид» тоже не стоит забывать. Но «Брекиш», конечно, это самый популярный их трек в истории. Альбом в итоге достиг 79-го места в чарте Billboard 200. И получил золотой сертификат Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Случилось это уже в октябре 2000 года. Быстро они, да? В целом альбом «Спид» был так же агрессивен, как и все альбомы того времени. Его тексты были направлены против золотой молодежи Америки, грубых парней и женщин, которые продают себя за деньги. Ну и выставляют себя такими секси, типа чиками. За главный трек «Спид» про то, что люди думают, что если в группе играют девчонки, значит они отстой и ничего не умеют. А они выходят на сцену и дают всем просраться. По сути, эта песня посвящена группам, которых ненавидели у них на районе там. А еще треки с альбомом посвящены буллингу в школе, с которым девчонки столкнулись, когда учились, потому что выглядели не так, как все. Вообще сейчас, слушая «Спид», сложно поверить, что его написали 16-летние девчонки. Он действительно звучит очень зрело, хотя и довольно грязно. Из-за успешности альбома «Билборд» назвали «Китти» самой успешной женской метал-группой 2001 года. Но это была истинная правда. Как оказалось, в группе «Китти» не все были готовы к популярности. Скажем, басистка Таня Кендлер, которая до «Китти» и на басу, в общем-то, не играла, как я вам и говорил, раздавая автографы на каком-то фестивале, поняла, что она просто не может больше все это терпеть. Потому что там постоянные туры какие-то, они играли буквально каждый день в разных городах, на фестивалях разных. Постоянные тусы, какие-то знакомства. Она поняла, что метал вообще не для нее и ушла из группы. Вообще, «Китти» не хуже бойсбенда поменяли за свою карьеру аж 7 музыкантов. Очень много для такой группы, на самом деле. И самое интересное, что не все они были девушками. Таня, кстати, нашла себя в итоге в пан-группе, которая называется «The Candy Darlings». Так что, по сути, она просто метал не очень любила и пошла играть панкуху. Позже у нее даже проект был какой-то с Морган Ландер, если не ошибаюсь. Если вы думаете, что текучка кадров на этом закончилась, это, конечно, не так. Накатавшись в турах и получив кучу наград, включая выбор читателей журнала «Metal Edge» и еще 4 награды, кстати, оттуда, «Китти» продолжили промо-альбома. Скажем, сняли клип на трек «Speed in UI», в котором было интервью и выступление с группой «Sleep Not». Да-да, «Китти» катали в туре со слепами. У девчонок был строгий лейбл, и после всех адовых туров он зарядил им записи альбома за 3 месяца. Типу, девчонки, у вас есть 3 месяца, срочно пишите альбом. Но в такой беготне, на самом деле, отношения в группе стали ухудшаться, очень сильно причем. В итоге наступил момент, когда сдолбалась гитаристка Фэллон Боуман. Она постоянно терла терки с Морган Ландер, и в итоге дело дошло до ссоры на репетиции радио-шоу 28 мая 2001 года. Кошечки подрались, ащ! И в итоге группа «Китти» объявила, что ищет новую гитаристку. Но замену Фэллон долго не удавалось найти, потому что она была очень важной для группы и написала кучу песен. Пока они искали гитаристку, на гитаре в группе играл техник Джефф Филлипс, который постоянно с командой работал. Да, девчонки наняли техника мужика, это нормальная тема. Короче, второй альбом «Китти» писали на нервах. Похожая ситуация была у слепов с альбомом Майова. Тем не менее, альбом получился крутым. Назвали его в итоге «Оракл», и он увидел свет 13 ноября 2001 года. Альбом получился более злым и метальным, чем первый. По словам Морган Ландер, дело было в том, что если раньше они Нирвану или Сен-Чин слушали, то потом на Кэннибл Корпс и Найл перешли. Альбом, кстати, группа записала с техником Джеффом на гитаре, который, кстати, оказался отличным гитаристом. «Оракл» не выделяется с какими-то мощными хитами, тем не менее, он довольно ровный, его любят многие фанаты «Китти». Альбом в итоге продался в США тиражом 225 тысяч копий, что было гораздо слабее, чем «Спид», но девчонки все еще круто жарили, их звали на фесты, и, конечно, они давали сольные выступления. Хотя, конечно, они растеряли половину своего первоначального состава, а потом еще кусок. Дело в том, что 2 марта 2002 года из группы снова ушла басистка Толена Эдфилд, проиграв в группе в общей сложности 3 года, что, в принципе, довольно неплохо. На этом поприще ее заменила басистка Дженнифер Аройо, бывшая участница группы «Спайн». Тур в поддержку альбома «Оракл» длился больше года. За это время девчонки выступали с «Пантерой», «Солфлай», «Слепнот», «Рубили на Озфесте» и кучей разных фестивалей. Между вторым и третьим альбомом прошло 3 года. И чтобы напитаться энергией, для его записи девчонки выпустили EP «Сейв». Кстати, чуваки с лейбла Артеми Сэркардс оказались теми еще говнарями, как и все лейблы в те годы приблизительно, и не выплатили Китти и продюсеру Гарту Ричардсу на кучу денег. В итоге девчонки и Гарт подали на лейбл в суд и хотели отсудить у них аж 900 тысяч долларов гонорара, представляете? По их словам, дело было в 11 нарушениях контракта со стороны лейбла. Спор в итоге был урегулирован во внесудебном порядке в марте 2004 года. Сколько они получили бабла за это, непонятно. Но как минимум половину. Половина. А потом состав группы снова посыпался. Джефф ушел в сольный проект, который играл мелодик Death to Trash Metal, называется он «Tying Ice Bleed», если не ошибаюсь. Да и в женском проекте нужна была именно женщина на гитаре. В итоге 27 июля 2004 года Китти выпустили третий студийный альбом, который называется «Until the End». Писали его на студии Longview Farm в Массачусетсе с продюсером Стивом Томпсоном, отвечавшим за звучание корной антракс. Его работа придала сауну «Until the End» убийственную силу. В целом группа писала альбом в момент своих терок с лейблом и решила выразить свои чувства в треках. Они, конечно, не писали, что лейбл типа говноеды, но тексты отражали чувство неуверенности и угнетения группы в тот период. В 2004 году группа Китти взяла себе гитаристку Лизу Маркс, чтобы можно было выступать и давать туры. Она до этого играла в группе из Сиэтла, которая называется «To See You Broken». Альбом «Until the End», кстати, получил неоднозначную критику и продался тиражом всего 19 тысяч копий в первую неделю, достигнув 105-го места в чарте Billboard 200. Зачем я вам все время про Billboard говорю? Ну, дело в том, что в те годы это было реально крутое издание, которое показывало, какая группа рулит. Это легально было. Они замеряли рейтинги и ставили группу в определенный список. У них был топ-200. Поэтому без этого никуда. У альбома «Until the End» был единственный сингл на песню «Inter the Darkness». А вообще дела у группы шли не очень хорошо, и от лейбла не было никакой поддержки. Гастроли нужно было оплачивать фактически самим, да и альбом фактически не продавался. И в итоге после двух промо-туров из-за финансовых трудностей группу покинула Лиза Маркс, а также басистка Дженнифера Ройо. После этого Китти слегка попустились и взяли перерыв. Но они не разваливались, как некоторые группы. Они просто думали, что им делать дальше. И сначала разорвали контракт с Artemis Records. Это было самое важное. Китти все еще котировали в Metal Tussie, и поэтому к 2005 году в группе появилось две новые участницы. Гитаристка Тара Маклеуд и басистка Триш Дон. Сестры Моргана и Мерседес Ландер, которые по сути все это время были главными, запустили свою линию одежды Poison Black. А также стали светиться в разных шоу на телеке и в интернете. А еще Китти в полном составе снова писали песни. И в итоге 7 февраля 2006 года Китти выпустили свой новый EP Never Gain на лейбле Rock Rich Music. Но лейбл снова облажался и ничего для промо не сделал. Поэтому Китти создали свой собственный лейбл под названием Keys of Infamy Records. Название, правда, в итоге пришлось поменять, потому что деды на них в суд подали. Хотя это, наверное, были не деды, а те чуваки, которые держат каталог Keys просто. Они написали им, название вашего лейбла похоже на нашу группу, поэтому закрывайтесь нахуй. Так или иначе, 20 февраля 2007 года, да-да, в том самом 2007 вышел 4 студийный альбом группы, который называется Funeral for Yesterday, или Похороны по вчера. Вышел он на их лейбле, который теперь назывался X of Infamy, а не Keys of Infamy. Альбом был спродюсирован Джеком Понти и записан в студии Retro Media Sound в Red Bank in New Jersey. Писали его в период с июля по август 2006 года. Фишка в том, что Джек позволил девчонкам креативить по полной, так что, по сути, это был их первый альбом, на котором их жестко не контролировали. Дебютник вон вообще за 9 дней писали. Лирика альбома была посвящена постоянным метаниям Китти, а музло перешло к более мелодичному звучанию, а также чистому вокалу. Этого альбома, как и многих альбомов Китти, почему-то нет на Spotify и в Apple Music. Почему реально? Непонятно. Самое интересное, что альбом был довольно популярен, а наименный сингл долго звучал на радио, и на телеке показывали клип. А еще в поддержку альбома группа Китти гастролировала почти год, до 2008-го, и позже даже приехала в Москву в клуб «План Б». Вы были на концерте на этом? Напишите в комментариях. Вообще в группе Китти поражает тот факт, что они не распались, хотя много раз меняли состав, и дела у них шли не очень хорошо. Постоянные проблемы с лейблами и музыкантами могут вывести из себя. Много групп просто забили и распались. Но Китти держались. 4 марта 2008-го года группу покинула басистка Триш Дон. У нее была диагностирована анорексия, которая развилась у нее во время записи альбома «Finneral for Yesterday». Дон боролась с этим расстройством почти два года. Ее место в итоге заняла Айви Вуич. Забавный факт заключался в том, что Китти были разочарованы лайтовым звучанием предыдущего альбома, хотя, по сути, сами же на него и повлияли. Очень странная ситуация. Для того, чтобы снова вернуться в металл, где их очень любили, потому что металлист не любит, когда люди какую-то лайтуху попсовую делают, в дань моде 2007-го года, где все играли эмо-рок, всякие там эмо-кор. Короче, чтобы вернуться в металл, они наняли продюсера Зигфрита Мейера, который писал множество металлистов. И в итоге у Китти получился альбом «In the Black», который считается самым крепким и мощным альбомом в истории группы до сих пор. В этот раз Китти даже пару синглов выпустили с клипами на треке «Cut Rod» и «Sorrow I Know». Премьера «Cut Rod» состоялась 5 сентября 2009-го года на канале MTV2 на шоу «Headbangers Ball». Да, там было такое шоу. «Cut Rod» также появился в саундтреке к фильму «Pila 6», а еще альбомы Китти начали распространять в Европе. Этим занимался немецкий лейбл «Massacre Records». И поэтому Китти поехали в тур по Европе. Да и вообще Китти до сих пор отлично котировались в металтусе, и поэтому постоянно котали в турах с известными музыкантами. Скажем, «Сескинг Александрия», «Борнов Осирис», «Эвергрин Террас», «Челси Грин», «Перифери» и другими. Спустя два года, 30 августа 2011 года, вышел шестой студийный альбом Китти под названием «I Failed You». На песне «We are the lamp» и «Empires» были выпущены два клипа. В 2011 году «Мерседес Ландер» присоединилась к женской группе «The Alcoholis», в состав которой входила бывшая басистка Китти Таня Кендлер. А в феврале 2012-го Китти покинула басистка Айви Дженкинс, и ее место вновь заняла триждон. С этого периода творчество Китти представляет из себя чистый фан. Они просто плыли по течению, скажем, собирали денег на DVD в честь 20-летия группы, где была бы их история. Очень клевый DVD, кстати, обязательно его посмотрите. Оставлю на него ссылку в описании. Он уже давно выложен в Ютубе. Интересно, что вместо 20 тысяч долларов они собрали 40. А это важно, то есть фанаты Китти все еще котировали и ждали от них нового материала, которого, к сожалению, больше не было. Музыканты Китти начали метаться по разным проектам. Скажем, «Мерседес Ландер» основала новую сладждум-группу под названием «White Swan», которая выпустила сингл «Иллюминейт». Дебютный пианубис вышел 1 ноября 2016 года. Периодически Китти давали концерты, но это случалось очень редко. А потом, 11 февраля 2017, в возрасте 31 года, умерла басистка Китти Треждоун. Это был сильный удар по Китти. В последующих интервью Морган Ландер выразила сомнения в отношении новой музыки Китти, потому что считала, что делать музло без Триша неправильно. Хотя до конца непонятно почему, ведь первый альбом описали совершенно другие музыканты. Отчего Треждоун умерла, кстати, не сообщается. Так или иначе, Китти множество раз отдали ей дань уважения и заявляли, что она была самым хорошим человеком в мире, а также была им как сестра. В 2017 году на Реюнион-концерте группы, который, кстати, прошел в их родном канадском городе Лондоне, Китти исполнили акустическую версию песни «Funeral for Yesterday», посвященную Трише. Концерт в целом проходил в честь премьеры документального фильма «Китти Origins Evolutions», который также был посвящен памяти Трише. Также спустя год они опубликовали видео, посвященное басистке. Короче, с Китти официально было покончено. Конечно, никто не говорил, что группа распалась, но музла в ближайшее время от них не стоило ждать. Это было логично, потому что во всех интервью Морган Ландер об этом говорила. Плюс Морган присоединилась к мелодик дэтметал-бенду, который назывался «Каркос». И, в общем-то, пела там и отлично себя чувствовала долгое время. На все вопросы про Китти в интервью она говорила, что если все участники группы будут согласны, и будет хорошее коммерческое предложение, они сыграют какой-нибудь концерт. Судя по всему, в 2021 году такое предложение прибыло. А может, девчонки и сами одумались, потому что сейчас металл довольно популярен у зумеров. Но типа новое поколение, которое просто офигело от клауд-рэпа и этой бесконечной попсы. Хотя и в клауд-рэпе, и в попсе есть тоже отличные экземпляры, так сказать. Короче, организаторы связались с Китти и предложили им баблишко. И в итоге, в январе 2022 года Китти закончили перерыв творческой деятельности. Сейчас состав группы такой. Морган Ландер – вокал, ритм-гитара, фортепиано. Мерседес Ландер – ударный бэк-вокал. Тара Маклеот – соло-гитара. Да, она вернулась. И, конечно, Ивана Айви Дженкинс на басу. Из всех этих девчонок из группы не уходили только Морган и Мерседес Ландер. В этом составе Китти выступили в Лас-Вегасе на фестивале «When We Were Young». Отличный, кстати, фест был. Посмотрите на его афишу. Просто отвал жопы. Случился он 19 ноября 2022 года. Ну а спустя год, в 2023-м, они выступили на фестивале «Sick New World», который по составу еще, блядь, круче. Как вообще можно такие фестивали делать в наши дни? Просто отвал жопы. У нас бы такой сделал кто-нибудь. В прошлом году Китти заявили, что пишут новый альбом с продюсером Ником Раскулиничем. Он занимался такими группами, как Foo Fighters, Rush, Ellison Chains, Korn, Diphtons, Mastodon, Ghost и Апокалиптика. Так что девчонки, по сути, в надежных руках. С результатами его работы можно ознакомиться уже сейчас. Ведь недавно у Китти вышел первый за 13 лет сингл, который называется «Ice Wide Open». Вот кусок клипа на него, посмотрите. Пока сложно судить, что это будет за альбом, но видно, что девчонки выросли и лобают еще круче, чем раньше. А это очень важно. А еще они подписали контракт с Америан Рекордс, который выпускал «Bring the Horizon», «In This Moment», «Esking Alexandria» и сейчас, по-моему, на него «Шоколай» подписан со «Slaughter to Prevail». Сами девчонки говорят, что хотят зажечь огонь в сердцах настоящих металлистов. Ну что ж, посмотрим, что у них получится. Кстати, «Ice Wide Open» был самым первым синглом, который они записали, когда собрались. Это очень важно, между прочим. Результат налицо. 13 лет они ничего не записывали. Ну а меня, друзья, на сегодня все. Ждем новостей от Китти. И, конечно, пойду сделаю еще какой-нибудь ролик про классную группу из нулевых. Надо же все их сделать, понимаете? А групп там просто огромное количество. Ну а вы не забывайте подписываться на мой Телеграм по ссылке в описании или паблик ВКонтакте, который тоже там есть. А также на Boost, если хотите поддержать канал Монеты. И поддержка, это очень важно. Меня зовут Сережка Хоббит. Слышите только хорошую музыку. Всем металл!